Может быть, без продолжения, не худшие из вариантов развития атаки. Подача Игнашевич! Есть один. Шестая минута. Спокойно, скупо, правда, холодно даже, Локомотив начал игру. Не пытаясь наседать, не включаясь в прессе в чужой половине поля. Это называется на классе. Подтверждение не требовалось. Игнашевич большой, сильный, пришел. Его явно здесь не ждали. Никто толком опеку включиться не успел. Ну, а нам только это и надо. 1-0. Далек я от того, что обвинить тут Альмера. Еще раз посмотрим. Первый гол. Локомотива. В Еврокубках на новом стадионе. Локомотив. Выверенная передача. Ласькова. Она, ну, не буквально на Игнашевича шла. Но она недостижима для вратаря, потому что слишком далеко. Тем не менее, вышел чуть-чуть из ворота Альмер. Повели приятно. Дал знак продолжать игру. Ян Вегере. Ну, а толком игру соперники не продолжали. А Джулио Сезар на своей половине находился. Нет по этому офсайда. Чуть-чуть неудачно обработал он мяч. Тем не менее, удар по воротам. Вадим Евсеев, указующим перстом. Ян Вегере отправляет игру к центральному кругу. Гол забил. Вадим Евсеев. Честное слово, где бы и когда ни играл Вадим Евсеев, у меня все время по отношению к нему просилось вот такое сравнение, может быть, характеристика Джокер. Не в том плане, что он должен и может любую практически позицию закрыть, что появляется в самых неожиданных для себя местах. Минуту тому назад я даже рот открыл, чтобы сказать, что вот Бобину Дмитровичу, он, в принципе, играя больше там, на правом фланге обороны, не уделяет должного внимания и просто гад не использует левый фланг. А смотрите, где Евсеев-то выскочил, а? И как кстати. 2-0. Марио Бажина. Меча. Вторая попытка. Теперь уже с левой подачи. И опасно. И очень опасный и гол. И гол, да, 2-1. Илка Новомоски. Автор забитого. Думаю, неожиданно для многих. И опять-таки отмечу, что первый-то удар Сергей Очинников все равно парировал. Но вот дали сыграть. Гол забил. Как дали и Игнашевичу в начале. Я понимаю. Немую сцену, исполненную в театре одного актера по имени Сергей Очинников. Тут должно было быть минимум два защитника. А вовсе не такое. пространство. 2-1. Чуть не первый раз за матч. Вот этот длинный пас прошел. Правда, всего лишь аута добились футболисты австрийского клуба. Ну, вот тут же делают рывок. Нет, запоздал, по-моему, Ласков с пасом. Нет, не игры! Нет, не игры! Жулио Сезар убежал один на один. Забивай! Ну, не сам. С помощью уже суровой жизненной сегодняшней футбольной правды загнанного окончательно Юргена Хартмана. Гол забил. Жулио Сезар. Жулио Сезар. Номер одиннадцатый. Да, работа с мячом на генетическом уровне. И опять тут, как говорится, за артистичность. Не 6-0. Но, тем не менее, все равно чувствует буквально кожи, как там вратарь. Ведь не поднял глаз на Альмера, когда тут выдвинулся из ворот. Интуитивно. Давайте посмотрим еще раз. Во-первых, пас Ласьков вложил. Уже казалось, что поздно. Но боковой арбитр, мы видели, находился на линии и все видел прекрасно. Ушел в сторону. Уже заваливаешь чуть-чуть. Может, недостаточно сильно пробил. Но тут Хартман помог. Спасибо. Юрген Хартман, 30-й. Нижегородов. Господин Новомоск. Здесь мяч вам не забрать. Только если из-за боковой. Бажина. Сможет сам идти. Пойдет. Самый. Гол. Очень трудно было Сергею Овчинникову. Очень трудно. И казалось, что мяч он достанет. И мяч он достал. Но уже двигался он в дальний, в левый от себя угол. И поэтому, конечно, на рикошет реагировать до конца не сумел. Бажина и Билтов в дальний угол. Но поставлена нога защитника. И рикошет. Навстречу там попался Сергей Овчинников. Вины его в этом уголе. Забил. Марион. В известной степени удивительный матч. Поскольку практически без голевых моментов. А счет уже 3-2. На и ворота. Это было бы слишком уже. Есть, есть вот эта проблема сейчас. Наверное, игра от обороны требует все-таки почтения к сопернику. И лишь секундной концентрации. А на ограничениях действовать надо с полной выкладкой. С полной отдачей. А вот вам, пожалуйста, 3-3. Хвататься за голову в пору. А Дмитрий Ласков уже заменен. Аутхаузер. Причем в этой атаке, ну, где-то опасность-то висела просто. Буквально висела, как вечер над Москвой, над воротами локомотива. Если от обороны играть, концентрацию терять опасно. Себе дороже. Да и потом поди вороти. Ну, хо-хо-хо. Ну, давай на рыв. Не успел. Дмитриевич отошел. Субтитры сделал DimaTorzok.